всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру вокруг света фифа 18 у нас матч с университетом дачили в кубке либертадорес в котором уже мы многое себе обеспечили поэтому можно поэкспериментировать составом а вот с бельграно из токуманом конечно надо уже играть будет основой но сегодня в этой серии два матча в кубке либертадорес поэтому будет много экспериментов сыграем по схеме с университета дачили 352 причем видите состав до игроки которые получали мало игрового времени примут участие в этом матче боу абила тэвис перес морони мэс баста с куэста вирджини ромеро но здесь они побольше играли но коэста остается да потому что у нас не хватает нормального центрального защитника для этой схемы а надеюсь он не сильно устанет ну и свилар или свилор вратарь наш запасной молоденький который вроде как прогрессирует достаточно быстро вот таким составом мы сыграем не знаю что из этого получится посмотрим стартовый свисток прозвучал будет ли работать эта схема будет ли работать этот состав сейчас мы с вами узнаем пока что нарушаем правила на первых же секундах тэвис неплохой отбор абила останавливается подключает морони тэвис надо обработать мяч ну штрафной прям по ногам подкат а кто будет у нас исполнять у нас просто по вон это нет в составе сейчас красная карточка какие тут суровые судьи в латинской америки александро контрерас до свидания ну в ноги конечно подкат но я не думаю что нужно было сразу красный давать у них перестановки замена закари уходит вилл сейчас выходит тэвис у мяча давайте попробуем ай-яй-яй-яй-яй отличная подкрутка у тэвиса в принципе могло залететь в принципе по траектории все было верно чуть-чуть пониже бы да пишут в комментариях мне некоторые ребята почему я не разыгрываю потому что скучно разыгрывать скорее всего с розыгрышей мы бы опять забивали все штрафные но пусть розыгрыши останутся в карьере затосно по большей степени так а это контратака университат до чили в десятером теперь они играют здесь у нас есть в принципе исполнители поэтому почему бы не пробивать штрафные тем более мне самому хочется уже позабивать именно со штрафных но пока не получается да и у нас справа дебютирует как раз тот парень из спортивной школы который вот недавно в основу перевелся бастас и пока неплохо смотрится на самом деле обила можно отдавать центр там никого нет боу боу корпус поставил ушел и передача на обилу почти прошло целом было неплохо красиво ты вес ну пожалуйста батя в здании я не знаю это старая конечно же присказка которую никто не использует но почему-то вспомнилось мне сейчас но ты весь хорош действительно вот дальние удары у него никуда не делись принял на линии штрафной почти и сразу положил в угол господи какая анимация дубовая и кривая удара всегда фифа но не всегда но чаще всего нога сквозь ногу сквозь мяч проходит да ё-моё когда вот они это исправили ух ты веса била не было офсайда 2-0 я думал сейчас не успеет замкнуть все таки на добивание сыграл 17 номер отличился молодец использует свой шанс пока в основе да ну а тэвис опять какая пушка пока эта схема работает ребят как ни странно здесь боу на него сыграл тэвис ба-бах опять с правой в штангу на си раз но здесь а била доработал морони из глубины можно еще забивать посыпался университат до чили даже праздновать не буду поехали дальше в десятером они сразу ну реально рассыпаются на глазах несмотря на перестановку там тренерскую вроде защитника нового выпустил но это не помогает это не помогает за 8 минут мы забили три мяча как часто у нас бывает здесь в боке голы залетают подряд один за другим если прорвет так значит прорвет уже по полной ах штанга от морони могли четверто сейчас закатить не закатить а прям забить на ударное пространство скажем так морони вывели никто ему уже не мешал жаль не попал чуть-чуть не попал красиво очень красиво бастас кстати сделал голевую передачу молодой парень который дебютировал в основе боки на боу с фланга но много сделал там а била конечно раскачал на линии штрафной оборону чилийцев вот здесь вот отдал пас на ход и тут уже провалилась опять оборона спокойно раскатили закатили мяч в дальний угол ну что многие из наших футболистов первые мячи в кубке либертадора забивает в этом матче но я говорил это вот эксперименты и эксперимент уже можно сказать удачный ну что я наверное тогда заменю морони он более-менее нас из основы парень как и перес кстати давайте выйдет кордона выйдет чико счет все-таки 4 0 можно и дальше экспериментировать согласитесь а ну и вместо квесты ну пожалуй выйдет давайте чико попробуем вот именно в защите все-таки опорник он может там сыграть а вот и тогда сюда выйдет рай носа центр поля вот такие перестановочки и пятый гол вылетает от карлоса тэвиса легенда боки хуниорс звезда аргентинского футбола доводит что-то совсем уже до разгромного до неприличного а перевод кто сделал мыс по-моему да или кто-то кордона кто-то из них с левой ноги выкрутил передачу на гол вратарской наши любимые на дальнюю штангу и тэвис 2 кладет тэвис сегодня хорош но вот смотрите на цапе вот именно при данной схеме именно с этим соперником тэвис во всей красе да ладно как это у бастаса получилось опять перевод с левого фланга штрафную и низкорослый бастас 14 номер молодняк забивает у нас шестой гол но от это точно уже мэйс подавал как он выиграл борьбу здесь у защитника я не знаю но на опережение сыграл да и так получилось что прям под перекладину мяч пошел 6-0 экспериментальным составом экспериментальной схемой мы разнесли чилийцев ну что тут скажешь резерв у нас что надо по крайней мере в этом матче сыграли на ура кто лучший игрок матча думаю карлос тэвис мое предположение нет смотрите именно бастас а он голевую еще отдал и гол вот это да вот это дебют молодого с бельграна в чемпионате играем здесь уже не до экспериментов нам надо побеждать реверплей кстати опять потерял очки по моему в ничью сыграл это хорошо это нам все на руку так ладно костевых формах обе команды будут да и у нас снова готова рвать и метать все великолепной форме почти никто не уставший да вообще никто не уставший потому что я всех поберег ну что карлоса тэвиса можно будет выпустить я думаю во втором тайме потому что он себя проявил действительно хорошо смотрим на состав бельгра но по-моему мы с ними еще не играли суарес агиры лима гидара гаданит играли вроде слушать и даст нас мобили так звучат как будто играли может быть просто много однофамильцев здесь не знаю очень светло опять у нас на бомбанере непривычно глазам прошел пас от пулиши через спиноса в разрезе корпус здесь не поставить на андесу хотя он пытался бенедетто какой сложный мяч обработал жаль что передачу не смог выдать плотная оборона у бельграна плотная это вам не чилийцы бенедетто красиво и передача на дальнюю как пулишич прям голкипера получился удар очень обидно бенедетто все сделал для пулишича но тот не использовал стопроцентный момент бенедетто к сожалению удар прям по центру не похоже на него да не похоже но у него какая-то засуха небольшая да заметили последнее время не забивает так много перевод в центр здесь буфорини дальше на бариуса бенедетто и буфорини забегает а тут еще и павон хорош вот зато павон в последнее время забивает много 1-0 оставили его здесь без опеки мы сразу сразу бока хуниорс этим воспользовалась христиан павон очередной гол ну вратарь только лоб может почесать что тут скажешь не было у него шансов причем буфорини да сделал нет буфорини забегал нандес сделал голевую передачу судя по всему росси надо было выручать хоть и офсайд неважно красиво очень испиноса ой ой вообще не получился удар по сути по мячу промахнулся из спиноса там бенедетто а его бенедетто так вывел классно нандес здесь блокируется все нам конечно же для самоуспокоения для уверенности надо забить второй гол первый тайм подходит к концу бариус тут перехватил что последняя атака не удается она спиноса жестко поставил ногу возможно травму там кому-то нанес бенедетто кулишич бариус уже здесь блокируется опять удары ну что первый тайм окончен 1-0 минимальное преимущество у нас тем не менее оно есть были еще подходы моменты полумоменты скажем так пока никого менять не буду ну да что такое бенедетто не везет ты посмотри по вон ему в своем стиле с фланга выдал передачу сначала в защитника и второй раз тоже в защитника дважды заблокировали удар бенедетто вон оно что испиноса смещается ухты грамотно ему поставили корпус здесь а тут гольц опытный гольц нандес гол плюс голевая сегодня получается разыгрался тоже этот парень у нас и становится незаменимым в основе потихонечку именно для стартового состава бенедетто отдал голевое надо здесь чуть-чуть еще пришлось ему побороться с защитником а дальше низом в дальний все как учили но теперь уже можно выпустить и карлоса тэвиса к сожалению бенедетто не отличился ну голами в этом матче вновь слева пулишич опять устал он быстро как-то встает заметили да фабру снова туда перемещаем выходит месс тэвис идеальная передача эспиноса 3-0 и добротное подключение из глубины эспиноса тоже то что он любит написали кстати спасибо вам за это что мне комментариях что эспиноса из вели реала у нас оказывается в аренду бока его взяла именно оттуда из испанской примеры избили реала из желтой субмарины подводной лодки ну что ж вернется в испанию набравшись опыта что тут еще скажешь давайте сделаем последнюю замену наверное счет позволяет можно переса не знаю марони давайте вместо нандеса остается буквально 7 минут до конца 3-0 спокойно мы держим счет вроде в обороне ничего соперникам не позволяем это здорово по вон дальше спиноса можно на бариуса сыграть и контратака там один защитник только впереди тэвис пытается открыться и получается у него карлос тэвис 4-0 карлос ты у нас форму набрал смотри-ка ты плей-офф кубка либертадореса это хорошо это хорошо там будем ротировать состав и тэвис нам понадобится хоть у него рейтинги падается ниже и ниже уже 76 общий рейтинг тем не менее смотрите как отклеился здесь от уставших защитников убежал до свои-то годы и снова забивает 32 номер 4-0 бенедетта перестал забивать но бог это не перестала все равно громим соперников так и нужно мы один из двух топ клубов аргентины поэтому обязаны так играть ну и плюс ухты момент росси росси внимателен концентрацию не потерял в общем суперкубки недавно в реальном футболе бока уступила риверплей то сожалению суперкубки аргентины еще один момент но похоже было в сайт хотя может быть и нет но удар от ворот ну ладно непонятно то ли удар от ворот это был то ли хотя нет наверное все таки а в сайт был потому что камера да 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 камера была бы другой при ударе от ворот так вот уступили 0 2 и конечно хочется нам хотя бы здесь взять реванш хотя бы выиграть чемпионат тем самым оставив риверплейт позади ну что ж последние минуты мы как-то не очень надежно отыграли в обороне пришлось ступить росси пару раз но в целом целом справились буфорини ох дриблинг в середине потеря больц поборолся буфорини снова немножко не успевает вольц не сумели заблокировать навес борес подбор за бельгран ну что мы как обычно традиционный гол в конце матча или нет нет удар в руке росси все спокойно все хорошо 4-0 и снова теперь матч кубке либертадорес и снова эксперименты снова будет играть молодежь и те кто мало играет основу у нас тут сыграли как нужно 12 ударов 11 в створ лучший игрок матча на англес ну да гол голевая все принял забавно если посмотреть турнирную таблицу группового этапа в кубке либертадорес то у нас огромные преимущества на ближайшим преследователем если так можно назвать тигров а вот у них там борьба и palmeiras и университет до чили тигры все претендуют на выход со второго места у них там еще ничего не решено у всех отрицательная разница но это потому что мы всех разнесли у нас зато разница плюс 21 и мы сейчас как раз palmeiras можем помешать выйти потому что у них 3 очка как раз а вот тигрес и университет до чили между собой разыграют путевку хотя они в любом случае разыграют между собой palmeiras у даже победа не поможет судя по всему да выйти из группы в этот раз сыграем примерно так же как в прошлом матче где были эксперименты в прошлом матче кубке кубка либертадорес боу обила снова пара нападающих на сей раз рейноса под ними не тэвис тэвис подустал немного да перес кордона центральные полузащитники мэйс куэста вирджинии ромеро бастас это оборона именно 5 защитников в этом матче будет посмотрим как с этой схемой мы справимся ну и свела вратарь бастас да теперь немножечко в глубине будет защитки отрабатывать посмотрим напомню что у palmeiras интересный такой составчик свитцелем с остальными интересными ребятами известными конечно меня удивил их состав когда я первый раз увидел потом все стало ясно как формируется тут составы некоторых клубов и откуда игроки которых не должно быть вообще тифа потому что лик нету появляются в этих командах так боу и обила стеночку там разыграли кстати при участии еще и бастас он поддерживал сланга втроем комбинацию организовали но к сожалению вратарь хотя уже могли открыть счет сейчас обила надо забивать конечно слушайте а викториньо макджела в этот штанах парень вратарь тащит полмей раз ты посмотри в дальний угол может быть стоило все-таки пробить сложно было конечно в дальний бастас подача плохо рейноса в дальний хорош рейноса тоже отличился в этот раз я если честно предполагал что вратарь опять спасем нет не получилось у него он ближний закрывал а удар четко в дальний пошел видите он ближний контролировал хотя тут даже смотрите не четко в дальний тут просто сильный выстрел помог мечу оказаться в сетке 1-0 ну вот это уже хорошо а то как-то тяжело прошли первые почти 30 минут потихонечку первый тайм подходит концу своему завершению ну что я могу сказать об этой схеме об этой тактике и расстановке в целом неплохо в обороне вообще то есть бетон потому что много там людей всегда но вот так и бывают проблемы то есть временами реально некому хотя вот его в атаке точнее и в обороне вот сейчас беда в атаке бывают проблемы иногда некому просто дать передачу то есть один игрок идет с мячом идет долго долго приходится ему дожидаться партнеров сейчас быстро выскочили боу защитник против него боу остановился сыграл дальше в пас эх рейноса или кто там был бастас не хватило им техники под лейтингом защитников потеряли они мяч здесь не точная передача вы нас палмираса и кажется первый тайм закончится со счетом 1-0 да кордона ох неплохо бастас и дальше обила можно еще сыграть слишком тонко не прошло почему нет свистка не перерыв то уже переиграли по моему эти три добавленные минуты ну а теперь точно будет такая попытка найти длинной передачи с фланга обилу с лиги почти боковой не завершилась она удачно ну что ж 1-0 нормально принципе нормально для эксперимента бастас только устал очень сильно это прям видно по нему попробуем чико на фланге чико подключается сразу вперед не свойственна ему конечно эта игра не является его сильной стороной скорость и атака ну ладно посмотрим как он себя тут проявить свилар надежен уверен после штрафного палмираса надо забивать 2 а то чувствую не удержим победу а хочется с максимальным результатом закончить групповой этап кубка либертадорес айбоу далековато отпускаешь кордона как как купил двоих этом этим финтом и на дальнюю и снова вратарь в штанах тут как тут давайте что ли еще парочку замен на свое место цапа выйдет тэвис и марония займет место кордоны опасный был момент сейчас ведь цель мог наказать но к счастью не попал толком толком по мячу как хотел вообще странно что он исполнял на технику мог на силу положить в дальний допустим ладно простил на свитцель ох как опасно чтоб вы понимали палмираса ведь ничего уже не нужно они играют ради удовольствия ради престижа в принципе как и наш состав то есть мы обеспечили себе первое место палмирас уже ни на что не претендует и вот такой более-менее открытый футбол у нас получается палмирас пытается прессинговать и смотрите у них выходит отнимают они мяч с вилар слушайте на выходах хорош этот парень очень хорош надо сказать что чико забетонировал правый фланг обороны то есть вот так он почти не подключается но это и понятно но сейчас зона появилась подключился а так в целом хорош хорош парень а била не было ли овсайда вроде нет разворачивается снова чико против вице ля развернул вице ля дальше боу не получается у него здесь обыграть защитника один в один сказал я чико не подключается и какое активное участие в этой атаке он принимает и отдаёт неточную передачу в цельной перехвате а здесь уже мэс неплохо карлос тэвис защитника все таки разок пробил ну смотрите будет еще шанс штрафной так пересомыча не 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 карлос тэвис мне нужен карлос тэвис ай ну опять чуть-чуть вы знаете мне комфортнее за карлоса тэвиса даже штрафные похоже исполнять чем нежели чем за полона буквально чуть-чуть не докрутил опять так мяч шел в дальний угол ну что похоже скромненько один ноль но тем самым мы обеспечим максимальный результат в плане набранных очков в групповом этапе кубка либертадорес да 18 из 18 возможных всех обыграли по два раза уверенно вышли с первого места посмотрим кто нам встретиться в плей-офф с лейвы братаря ну да братарь в штанах у них тащил конечно хотя смотрите по статистике 8 8 по удару равный матч равный матч а била лучший игрок матча так призовой фонд турнира это тоже для нас новиночку мы не знаем какие там суммы в кубке либертадорес миллион шестьсот десять тысяч неплохо так пресс-конференция кого там поругать рекардо зелинский атлетико тукуман тренер критикуем как обычно что там у нас в итоге по таблице на одно очко проигрываем риверу и два матча в запасе по потерянным мы впереди на 5 баллов это хорошо собственно в следующей серии нас ждет как раз матч с атлетико тукуманом с вилья майорка или как то там так тем тем перлеем еще а где же плей-офф а вот и плей-офф кубка либертадорес в конце мая получается ничего себе то есть у нас уже чемпионат завершится а там плей-офф будет еще продолжаться судя по всему да так оно и есть но зато у нас сейчас есть время спокойно чемпионат выиграть то есть вот будет пять матчей подряд чемпионата и только потом кубок либертадорес надо в этих пяти матчах набирать 15 очков и я думаю тогда с вероятностью 80% мы станем чемпионами останется два матча в том числе с риверплейтом конечно но они уже могут ничего не решить так что план у нас понятен выигрывать в каждом матче увидимся в следующей серии не забывайте про лайки и комментарии всем пока